Братья и сестры, мир вам! Владимир Андреевич уже сделал вступление ко второй главе послания Якова, и нам будет уже легче понимать, о чем будет тема. Но прежде хотел задать такой вопрос. Когда мы были молодежью, то часто испытывали друг друга загадками. И вот одна из загадок. Чего нет у Бога? Кажется, все есть у Бога, да? Нет лицеприятия у Бога, да. Итак, мы читаем текст из послания к Иакову. Послание Иакова, вторая глава с первого стиха по шестой, первую часть шестого стиха прочитаем. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там» или «Садись здесь, у ног моих». То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного». Вот мы остановимся на этом. Здесь несколько мыслей начинаются во второй главе. И, как уже мы заметили, действительно апостол Иаков очень много говорит, и даже в некоторой степени его послание можно сравнить с притчами Соломона. И такая основная мысль проходит о том, чтобы нам быть верующими, любить Господа, но также любить друг друга. «Невзирая на лица», написано. Вы верующие, так покажите это на деле, что вы действительно не делаете выбора между людьми, вы непредвзяты, у вас нет, как и у Господа, нет лицеприятия. И затем пример, который апостол Иаков приводит. Не всегда мы этот пример можем применить напрямую к нашему времени. Я сразу себе представил, что, ну, зайдет бездомный человек. Ну, конечно, по правилам даже этикета мы не поведем его сажать, может быть, в самый передний ряд или здесь с братьями, если у него вид будет какой-то неприглядный. или, например, зайдет представитель власти, и мы знаем, что это какой-то человек представительный, может быть, у него даже будет какое-то слово, что-то он захочет сказать. Были такие случаи, когда приходили представители такие и просили о чем-то церковь где-то послужить. И, конечно же, мы, увидев такого человека, мы узнаем его, что и, может быть, поближе проведем, чтобы, если нужно, наши братья-пресвятера могли как-то с ним иметь контакт. Но речь не об этом, что приходят посторонние. Речь идет о церкви, о том, как мы живем в церкви, когда мы знаем уже друг друга, годами посещаем церковь. И апостол Иаков обратил внимание, что даже зная друг друга, мы все равно делаем выбор друг между другом, мы пренебрегаем кем-то, и он обращает на это внимание. Он поднимает такую тему, как бедные люди, богатые. Есть много даже произведений художественных, есть книги о том, как стать богатым. И как-то так вот сложилось в нашем понимании, что быть бедным плохо, богатым – это хорошо. Другая еще мысль здесь о том, что мы можем начинать судить в сердце своем о человеке по внешнему виду или по его положению социальному. И вместо того, чтобы быть лицеприятными или судить кого-то, апостол Иаков говорит, что мы должны любить друг друга и относиться друг к другу одинаково. Что, конечно, не совсем просто. Мы замечаем, что с кем-то мы можем годами не приветствоваться в собрании не потому, что мы их не любим, а потому, что у нас своя группа или круг общения, у них свой круг общений. У нас свои интересы, у тех людей другие интересы, поэтому кончается служение, и часто мы видим группу, там родственники, может быть, там в той части зала, некоторая группа в другой, но есть и братья и сестры, которые просто поднимаются в свое место, поворачиваются и так потихонечку идут на выход, их даже никто не остановит, не спросит ни о чем, и они так тихонько вышли и уехали домой. Апостол Иаков призывает нас, чтобы мы обратили внимание на наши отношения, отношения между собой. Конечно, с чего, если вот посмотреть, начать, что лицеприятие может возникать из-за желания кому-то угодить, кому-то оказать внимание, а некоторые люди, ну, просто не заслуживают внимания, у них какие-то проблемы, у них своя жизнь, и даже не знаешь, о чем с ними говорить. Мы можем вот такую позицию занимать, и это будет называться тоже лицеприятием, потому что кому-то мы улыбаемся, с кем-то приветствуемся каждое собрание, и даже по два раза, может быть, и в начале, и в конце, а мимо кого-то проходим, вот даже не взглянув. Господь хочет, чтобы мы имели в церкви вот такую любовь без лицеприятия. И в этом послании Яков почему-то занимает такую позицию, такое ощущение, что ему богатые люди очень не нравятся. И в первой главе он пишет, говорит о том, чтобы богатые люди, они как бы исчезают, как трава, которая высыхает от зноя, и дальше он говорит о том, чтобы в самом конце, чтобы богатые плакали, рыдали, потому что все их богатство исчезает, оно от наводнения, может быть, и уйти, или от пожаров. Ну, много тревог, беспокойств у людей таких состоятельных. И вот возникает вопрос, как нам сегодня вот все это правильно понимать? Уж слишком сильный контраст бедный и богатый. А вот задать вопрос, а мы кто с вами? Вот каждый себе. Мы не можем за всех, за всю церковь сказать, а вот мы как себя считаем, мы бедные или богатые? А тут брат, я слышу, говорит богатый. Ну, хорошо. Очень приятно иметь богатого брата в церкви. А кто еще богатый есть? Конечно, мы во Христе богатые все, это понятно. А вот к какой категории на земле мы себя относим? Как-то я уже говорил о том, что был в Америке такой опрос когда-то, и у людей, у кого семейный доход был 2000 долларов в месяц, это такое было время. Сейчас уже, наверное, редко такие семьи найти, но есть, было. И спрашивали, довольны ли вы, и сколько бы вы хотели иметь? Они сказали, что, ну, если бы мы имели 4-5 тысяч, мы были бы счастливы, нам не надо. Тогда опрос проводили среди тех семей, которые 5 тысяч имеют доход на семью, и спрашивали у них, вы иногда догадываетесь, они говорят, если бы тысяч 10, мы были бы счастливы, больше нам ничего не надо. И так далее. У 10-тысячников спросили, им надо 20-30. У тех, кого 30, они говорят, ну, нам бы до 100 вот, и мы были бы счастливы. Получается, люди никогда не чувствуют себя богатыми. А Слово Божье для нас верующих говорит, что имея пропитание и одежду, даже про дом ничего не сказано, будем довольны. То есть, мы уже будем богатые. Есть такое хорошее, как стихотворение или рассказ, что если у вас есть холодильник дома, и в нем еще что-то лежит, вы уже богаче, вы входите в 5% самых богатых людей мира. И там дальше. Если у вас даже машина есть, ну, все, вы там в 3%, наверное, богачей. И так далее. Если еще у вас то-то, то-то имеется. Так что, братья и сестры, мы действительно богатые. Имеем и пропитание, и одежду, и жилье, и имеем дом молитвы. Да такое прекрасное здание, о котором, наверное, мы никогда бы и не мечтали, если бы не Господь вот так взял и дал в такое здание. Попользоваться нам. Опять-таки, на время. Мы не вечны здесь. Поэтому будем благодарны и посмотреть на свое сердце. Не думать, ну, конечно, если так разбираться, среди нас есть люди с хорошим достатком, которые могут себе позволить, может быть, раз в месяц или раз в неделю куда-то там слетать на теплое море или съездить куда-то, или какие-то праздники устраивать хорошие, в ресторан сходить. А другие даже об этом и не мечтают, но, однако, Слово Божье учит нас о том, чтобы мы этим не превозносились, если у нас что-то больше, или чтобы мы не пребывали в какой-то, может быть, печали, что мы не можем себе позволить того, что позволяют другие. Вот это представление о том, что если ты имеешь достаток, значит, Бог тебя благословляет, а если нет, значит, что-то не так в твоей жизни, ты не можешь заработать, ты, может быть, ленивый. Вот такое, как бы, мнение или представление сложилось очень давно. Даже мы читаем в книге Иова, и то тогда это так и было. Пока Иов был богатый, его уважали, но он был еще и праведным пред Богом. Когда же потерял богатство, люди даже не обратили внимания, что он все-таки праведник, он остается праведником. Потерял средства к существованию. Ты не можешь устроить праздник, пир какой-то устроить. Ты не можешь щедрый подарок кому-то дать. Ну, вот эти друзья пришли, посидели, посмотрели и высказали все, что они думают о нем. И они сказали, что что-то с тобой ненормально, раз ты обнищал, Бог отнял все, что ты имел. И вот до сих пор среди нас, среди людей, точнее сказать, мира этого царит, такое представление богатым быть хорошо, бедным плохо. А вот Христос принес совершенно другие понимания, другие принципы устройства жизни и отношений между людьми. Если мы откроем пятую главу Евангелия Матфея, мы все, наверное, помним это Нагорная проповедь, которая начинается блаженствами. И Иисус Христос говорит о том, что блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, алчущие, жаждущие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду. Так не до богатства, когда вас гонят за истину. Какое там богатство, братья и сестры, да, когда мы хотим, чтобы наше сердце было чистое, когда мы жаждем вместо развлечения, может быть, посетить кого-то или попаститься, помолиться о ком-то. Иисус Христос принес совершенно новые учения. И ученики удивлялись и даже приходили в ужас, когда они слышали о том, что богатому трудно войти в Царствие Божие. Иисус не сказал, что невозможно. Дверь в Царствие Божие открыта всем, разного сословия, но Иисус говорит, что трудно войти, который надеется на свои богатства. Недавно я слышал свидетельство, что человек, он прожил жизнь, копил, собирал, он думал, что... У него дом был выплаченный уже, и он жил один, остался уже один в этом доме. Есть дети, но как-то он все тянул с вопросом передачи наследства, и в какой-то момент с ним пошли серьезные проблемы, болезни, он сильно болел, и уже рассуждать стало плохо, лечение надо было. Этот дом как-то пошел на лечение все. Вернее, то, что он имел, его сбережения пошли. А когда он умер, то дети не смогли домом воспользоваться, потому что не оказалось никаких нужных документов, чтобы они могли претендовать на Него. Поэтому Иисус и предупреждал, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И какая память останется о нас, если мы захотим с собой все унести, собирая и накапливая здесь на земле. Поэтому Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы заблаговременно позаботились о том, чтобы добрый след также остался после нас. Другое слово, которое, я так себе представляю, подходит, оно в Америке здесь очень популярно, или, скажем, его везде пишут. Это слово дискриминация. Мы говорим лицеприятие. То есть представьте себе, вы приходите в социальную службу, а вам говорят, вы откуда? Да я с Россией. Ну, иди сядь в углу, посиди, найдем время. Или я с Украины, нет там. Или еще в Вьетнам, или с Китая. Такого здесь не может быть. Правда? Мы даже не представляем. Мы подходим, нас никто не спрашивает там особо, откуда, или какой цвет кожи у тебя. С нами решают вопросы. Нам присылают различные письма, и обязательно на обороте написано, что запрещена дискриминация, или, скажем так, лицеприятие к вам со стороны работодателя, или в больницах, не за религиозное убеждение. То есть ко всем отношение одинаковое. И оно так и есть. Мы с этим, когда сталкиваемся, мы убеждаемся, что действительно нас принимают такие, какие мы есть. И когда Яков пишет об этом, он хочет, чтобы о лицеприятии, вот о таком образе жизни, когда мы, как слышали, по одежке встречаем людей, он говорит о том, что такого среди нас быть не должно. Мы должны понимать, что мы все братья и сестры во Христе. Далее он говорит о том, что лицеприятие, это в следующий раз, братья, кто будет говорить, в 9 стихе написано, лицеприятие является грехом. Если кто-то не знал этого, то если мы предпочтение кому-то отдаем, кого-то унижаем, не замечаем, это называется грех лицеприятия. И с этим нужно бороться, каждому, наверное, у всех у нас есть хоть какая-то часть такого отношения. Для кого-то мы, может быть, и местечко прибережем, а о другом не позаботимся. Я вспоминаю времена, когда мы сидим в собрании, все занято, и вот пожилые, кто-то опоздавший, заходят, обязательно кто-то из нас встает, обязательно более младше уступает место. Ну, а здесь мы думаем, ну, там где-то еще есть места, ну, там дежурные окажут внимание, проведут, найдут место. А знаете, как трудно, когда ты зашел опоздавший, а все занято, и ты не знаешь, куда пройти, и никто тебе не скажет, иди сюда, вот, или садись, а я встану, перейду куда-то. Трудно, правда? Это надо тренировать в себе, такие чувства внимательности, любви, заботы друг о друге. И Слово Божие говорит о том, что в церкви должно быть совсем иначе, чем в этом мире. Но в церкви также должна соблюдаться субординация. То есть, с одной стороны, здесь написано, если зашел человек, ну, который в хору не пойдет, стихи не рассказывает, он, ну, как, с маленькими детьми, с младенцами, это не означает, что мы, скажем, сядь вон там сзади, выделено для вас место, там посидите. Не об этом речь, а о том, что, как бы, каждый должен из нас знать свое место, свое положение в церкви, в теле Христовом. И об этом говорил Иисус Христос когда-то в Евангелии от Луки, в 14 главе. Он заметил, что приглашенные заходят, и каждый старается самое первое место занять. Поближе, может быть, к какому-то блюду мясному, сытному, хорошему, сесть вот поближе. А Иисус говорит, а что будет, если зайдет более важный человек, и к тебе подойдет хозяин, и скажет, извини, я должен вот этого человека здесь посадить, а ты вот туда. бывают случаи на свайбах, когда написано для родственников, для родственников, для друзей. Ну, ты думаешь, ну, я вроде как и родственник, сел, а к тебе потом подойдут и говорят, ты знаешь, ты не совсем близкий родственник, ты пересядь вот, встаешь, а уже все осталось заняты, и надо идти потом на последнее место. То есть все должно быть гармонично в церкви. Все мы должны, ну, мы напоены одним Духом Святым, так написано. Поэтому мы должны понимать, а это то, что мы читаем, это не то, что мы первый раз услышали. Мы это знаем, но напоминаем друг другу, чтобы практиковать в нашей жизни. И соблазн угождать или оказывать лицеприятие человеку состоятельному может быть в том, что этот человек хорошо жертвует, или он вас часто приглашает, угощает, сам за все платит. И вот это то, о чем говорил Соломон, что подарок, он портит сердце, вот тебе как бы подарочек, тебе как дают что-то, и ты уже должен с ним, ну, обязан хорошо обращаться. Ну, а человек, который неимущий, ну, что он, от него ничего мы не можем ждать. И поэтому в церкви также есть опасность, что кто-то будет проявлять лицеприятие друг к другу. Хотя мы знаем, что в глазах Бога все люди, они равны, Бог всех любит, принимает одинаково, и мы уже сказали, что у Бога нет лицеприятия. Есть пример пророка Самуила, когда Бог направил его, мы можем прочитать даже, направил его, чтобы избрать нового царя, направил в дом Иесея. Это 16 глава первой книги царств. И мы читаем о том, что он увидел первых сыновей старших и так подумал, старший такой сын, стройный, сильный, как вот у нас бывают такие братья, прям позавидуешь, на них смотришь, как будто они тренируются каждый день. И Самуил говорит в своем сердце, вот, наверное, этого избрал Господь. А Господь говорит, нет, не он. И мы читаем, но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот как бы нам научиться, подражая Богу, как написано, чадо возлюбленной, смотреть на сердце, на душу друг друга, не на внешнее. Внешне мы все по-разному можем и выглядеть. Внешне мы можем иметь разный социальный статус, но ведь причина не в том, что человек не может зарабатывать, а есть определенные обстоятельства, в которые мы попадаем, либо у нас есть переживания, либо определенное неустройство, нет было возможности, может быть, получить хорошую профессию, или ты просто привязан к больному члену твоей семьи, и ты поэтому не можешь позволить себе слишком многого. И Господь учит нас, чтобы мы смотрели на сердце друг друга, смотрели на то, что мы все братья и сестры во Христе. И сам Иисус Христос также много говорил о том, что лучше мало иметь, лучше страдать или терпеть что-то, чем радоваться в этом мире, получая многое от этого мира. И Христос в своих примерах рассказывал, как богатый человек живет, пиршествует блистательно, рядом с ним нищий лазарь, и после смерти они оказались в разных местах. И богачу было сказано, ты уже получил свое на земле. То есть иногда мы можем допустить ошибку, когда пытаемся все в этом мире получить, забывая о том, что если мы здесь все получим, можем на небе остаться просто с пустыми руками. Хорошо, если еще мы можем попасть в Божьи обители, но тот богач даже и не имел веры в Бога, он не жил для других, не жил для Господа. Сам Христос после смерти был погребен, написано, у богатого. Хотя говорил сам при жизни еще, что мне негде склонить голову, но Господь заботится. Бог Отец позаботился о Сыне, чтобы Он был похоронен в хорошей пещере, в новой пещере, в красивой, у богатого человека. Поэтому и нам также не надо слишком, может быть, сильно переживать, что с нами дальше будет. Если мы живем для Господа, если живем, поступая правильно по Слову Божью, то всегда найдутся люди, открытые сердца, как было это и во времена деяния апостолов, когда богатые люди, даже не ожидая, что от них что-то будут требовать, написано, сами продавали излишки, продавали имения свои, и приносили в церковь. То есть Господь работает над нами. Поэтому, какой бы ни был наш статус социальный, доход, уровень, состояние, Господь будет восполнять нужды тех, кто нуждается, будет располагать сердца тех, которые имеют излишки, они будут находить нуждающихся, будут жертвовать в церковь, не ожидая, что к ним будет проявляться какое-то особое почтение, им будут особо какие-то места, может быть, впереди выделяться. Мы все дети Божьи во Христе. И подводя итог, скажем так, что лицеприятие – это болезнь нашего общества. Сегодня всюду это пронизано, почтение к политикам, или артистам, или певцам. А если человек не может достигнуть какого-то уровня среди них, то его могут быстро забыть или даже заклеймить, опозорить. Но Слово Божие опять-таки говорит о том, что у нас не должно быть так. Мы, как церковь, должны быть внимательны друг к другу, любить, не иметь этого вот лицеприятия. Такой вот урок сегодня мы можем извлечь из прочитанного текста. Пусть Бог нас благословит, поможет в этом, подражать Господу и благодарить за то, что Он нас принимает такими, какие мы есть. Будем славить Его в наших молитвах. Аминь.